СТОПЕ А че это ты тут делаешь? Ждешь новинок, альпы выходят редко? Не беда, дружище, тебе помогут модлеты. А как их установить? И откуда их взять? Я тебе об этом сейчас расскажу. С вами это канал Краблэнгеймс, друзья мои. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Теперь как это скачать? Помните, что качаете вы все эти файлы на свой страх и риск, друзья мои. Я ничего гарантировать не могу, так как я автором этих работ не являюсь. Как же это скачать? В описании к видео будут приведены ссылки. Часть ссылок будет вести на форум 7 Days to Die, непосредственно официальный форум игры, где часть авторов выкладывает ссылки на свои работы. В данном случае будем рассматривать модлеты, посвященные технике. Как же это все теперь качать и устанавливать? Начнем со скачивания. Вот, собственно говоря, первая ссылочка будет вести вас вот сюда на форум игры 7 Days to Die. Что здесь надо сделать? Вы можете посмотреть, где здесь чего есть, соответственно, у вас тут есть часть ссылок, куда чего ведет, например, да? Как все это дело, друзья мои, посмотреть. Значит, дальше вы можете... Есть вот такие вот. Нажимаете в данном случае вот сюда, чтобы посмотреть, что это такое. Вас, собственно говоря, переведет на ту часть форума, где все это дело показано, и вы сможете вот так же открыть и посмотреть. Также здесь будут ссылочки, соответственно, внизу на скачивание всего этого. Вот, пожалуйста, ссылочка на GitHub и Nexus. Мы начнем с непосредственного модлета, в котором вся техника данного автора. Дальше там можно будет выбрать, что вам конкретно нужно. Здесь тоже, соответственно, есть картиночки. Переходите, смотрите, что здесь есть, куда, зачем и почему. Далее, как все это дело теперь скачать. Есть две ссылки, GitHub и Nexus. С GitHub качать можно без регистрации, но там есть далеко не все модификации, поэтому на Nexus я все равно советую зарегистрироваться. Как качать с GitHub? Переходите по ссылке. Соответственно, у вас здесь все открывается. Можете, если у вас Google Chrome, можете здесь переключить на русский язык. Есть вот такая вот опция. Раз, два, и все. Все у вас на русском. Мы возвращаемся на английский. Как с GitHub качать? Нажимаете на код. Дальше вот сюда на зелененькую. И Download Zip. Скачиваете архивчик. Теперь, как качать непосредственно с Nexus. Переходим по ссылке на Nexus. Здесь тоже можете, опять же, переключить, если вам надо. Опять Google Chrome рулит. Здесь все описания будут. Как, чего, какие машины, как их крафтить и прочее, прочее. Полный список здесь имеется. Можете прочитать. Мы возвращаемся обратно на английский язык. Как качать отсюда? Во-первых, вам понадобится регистрация. Вот вы зарегистрируетесь. Там нужна почта для регистрации. Пароль придумать и прочее. Ничего сложного, в принципе, нет. Для того, чтобы вам было проще, естественно, переключитесь на русский язык и спокойно там все это дело сделаете по-человечески. Как это качать? Нажимаете вот сюда. И качаете. Мноу, Download. Вот сюда тыкаете. У вас, соответственно, идет скачка. Такой раз, нажимаешь. У тебя, естественно, выбираешь бесплатно. Ибо нефиг. У тебя там будет ограниченная скорость. Скачаться будет подольше. Но, тем не менее, все это дело будет качаться. Все дела. Нам сейчас это не надо. У меня уже скачано. Теперь непосредственно после того, как вы все это дело скачали, как это теперь устанавливать? После того, как вы это все скачали, у вас будут скачаны архивчики. Дальше их надо разархивировать. Желательно в одну папочку, чтобы с ними было проще работать. Дальше возможны два варианта. У вас появились папочки, которые вы разархивировали. И вы в них аккуратненько заходите. Вот в данном случае здесь уже конфиг и прочее, прочее. Отсюда ничего отдельно переносить не надо. Эту папочку надо скопировать целиком и перенести в игру. Сейчас покажу, куда. Возможно, другой вариант, что вы скачиваете модификацию. И здесь, скажем, есть дополнительная куча папочек, в которых, собственно говоря, вы видите опять конфиги и все. Здесь вы можете непосредственно выбрать, что вам необходимо. Что вы из этого хотите себе установить в качестве моделета в игру. А остальное можете оставить так, чтобы вам они не мешали, если они вам не нужны. Далее. Куда все это дело запихивать и что с этим творить? Возвращаемся в Steam и делаем следующую операцию. Правая кнопка мыши. Свойства. Далее нас интересуют локальные файлы. И открываем обзор. Соответственно, у вас открывается папочка, где у вас установлено 7 days to die. Далее папочки mods у вас не будет. Что с этим делать? Просто ее создать. Просто создаете обычную папку и называете ее ни много ни мало mods. И все. У меня эта папочка уже есть. Соответственно, мне она не нужна. Далее, что вы делаете с этой папочкой? Далее вы в нее заходите. И в эту папочку кидаете те модлеты, которые вам нужны. Вот видите, я накидал часть техники. Установил как раз модлет на вооружение. Все довольно-таки просто. Далее. Просто отсюда выходите. Запускаете игру через Steam. И все. Никаких проблем. У вас нет. Модификации установлены. На этом, друзья мои, в принципе, все. Обзор отдельно модификаций будет, наверное, как-то сделан позже. Но, тем не менее. Если, друзья мои, помог, не забывайте прожимать лайчинские. Подписываться на канал, друзья мои. И приходить на стримы. На этом, в принципе, все. Не забывайте прожимать все необходимое. Колокольчик, лайк и так далее. И тому подобное. И до встречи, друзья мои. Парам-парам-пам.